Все началось еще в сентябре. 19 числа, за полторы недели до закрытия мусорного полигона в Царево, на большом совещании в администрации, руководители пытались решить вопрос, куда и за сколько Пушкинский район будет вывозить мусор со своей территории. Уже тогда было понятно, что муниципалитет ожидают тяжелые времена. У нас сегодня тариф Царева 650, пожалуйста, и 1800 Тимохова, понимаете, да, и плюс здесь плечо 8 километров, там 60. Соответственно, у нас тариф в 4 раза должен вырасти, по идее. И если мы не решим вопрос, как мы будем возмещать попадающие доходы, то завтра даже те, кто имеет договор с полигоном, раздоржутся, и мы либо получим мусор в лесах. Полигон Тимохова располагается в Ногинском районе. Еще один вариант – вывозить мусор в Александров, а это уже Владимирская область. Затраты на перевозку возрастают в несколько раз, плюс тарифы на новых точках сброса отходов значительно превышают Царевские. В итоге мусоровывозящие компании на прежних условиях с Пушкинским районом сотрудничать не согласились. Загрязнение лесов, о чем беспокоился глава Пушкинского района, удалось избежать, потому что мусор перестал покидать пределы контейнерных площадок. Первоначальная сумма договора, вернее, в конкурсной документации было 71 миллион на вывоз мусора по цене 468 рублей за куп. Компания ИКОН подала документы на 109 миллионов, то есть за куп 700 рублей. Поэтому по конкурсной документации и по тендерному комитету такой конкурс признан несостоявшийся. 30 сентября накануне закрытия полигонов Царева закончился срок действия контракта на вывоз мусора между ИКОНом и объединенной дирекцией ЖКХ. Обе компании так и не смогли найти компромиссы, поэтому ИКОН забрал свои баки, демонтировал контейнерные площадки и покинул город Пушкино. А жители стали наблюдать вот такие пейзажи на улицах и дворах. Я сама живу в городе Пушкино, у нас первый раз такая ситуация, чтобы весь город был просто завален. И я, конечно, хочу принести извинения всем жителям за ту ситуацию, которая сейчас создалась, потому что мы с вами, жители, не в этом не виноваты. И в цивилизованном мире оказаться с горами мусора – это недопустимо. Пока объединенная дирекция ЖКХ искала новые мусоровывозящие компании, вела бесконечные переговоры, свалки увеличивались в объемах. А жители отправляли десятки обращений во всевозможные инстанции. Некогда лесная столица Подмосковья стояла на грани экологической катастрофы. Для предотвращения техногенной катастрофы мы имеем право заключать аварийный договор. При заключении аварийного договора был предусмотрен такой пункт, что оплата будет производиться не ежемесячно, а раз в неделю. По итогам, по выставленным счетам и актам выполненных работ. При этом удручающие картины осенней слякоти и мусорных свалок принудительно любовались лишь определенные микрорайоны. Больше всех пострадали арманты центральной части города. Волна отходов докатилась до Серебрянки, а вот соседний Держинец затронула лишь по касательной. Обстановка с мусором, когда везде было очень плохо, у нас было более-менее хорошо. Два дня, может быть, немножечко было так, а потом у нас вот вывозили, все-таки у нас было чистенько. Смотрю по городу, везде завалы, но у нас чисто. Вот что чисто, то чисто. Даже вот рядом Серебрянки было, смотришь, идешь прямо с завала. Нет, у нас хорошо. В середине октября объединенная дирекция ШКХ нашла новых подрядчиков и заключила с ними соглашение. В Пушкинский район пришли королевская группа компаний «Эко» и московский экологический патруль. В этот же период начался монтаж новых контейнерных площадок, установка баков и вывоз накопленного за первую половину месяц мусора. «Экопатруль» сейчас в режиме максимальной концентрации всех усилий работает. Люди выходят с 6 утра и заканчивают где-то в 11, когда уже нельзя шуметь под окнами. Убираем мусор, выставляем новые бачки. Максимально стараемся стабилизировать ситуацию, ускорить все вопросы. На бумаге проблема мусора в городе Пушкино выглядела намного безобиднее, чем оказалось на самом деле. Фактически сбор на сотни и больше кубометров превышает расчетные показатели. Техники не хватает. Новый мусоровоз компании «Эко» должен был служить Королеву. Вместо этого переведен на работу в Пушкино до полной ликвидации свалок. «Я здесь живу всю свою сознательную жизнь, не сознательную. Все у нас было нормально. Ваша задача, как сейчас у мусоровозащих компаний, наладить работу в городе. Вы когда зачистите все? Вот сегодня зачистите? Сегодня, завтра, послезавтра, день, два, три. То есть зачищаете начисто город? Город продолжает жить своей жизнью. Любое отклонение от рабочего графика грозит образованием новых накоплений. Разрастанию мусорных навалов способствуют и сами жители, вывозя отходы целыми машинами и сбрасывая их в неположенных местах. То, что вы сейчас делали, это недопустимо. То есть вы... Согласен, но я даже не знаю, в кому обращаться. Нет, у вас икон приезжают, соответственно, и забирают мусор. А как раньше было? Стояли контейнеры. Вы знаете, у нас сейчас вообще законодательство меняется. И уже два года назад принято было решение, что будет пакетная система. Частные магазины и торговые сети тоже не обременяют себя лишними договорами, предпочитая оставлять мусор на контейнерных площадках многоквартирных домов. Да, мы с вами зашли в два магазина, в микро-недержинец. Конечно, все организации, которые... сети магазинов, ну, неважно, все предприниматели, если они выносят, у них обязан быть заключен договор на вывоз мусора. И, как мы обнаружили, в микро-недержинец договора у организации нет. Магазинами займется отдел потребительского рынка и Госадомтехнадзор. Всех нарушителей ждут проверки и последующие штрафы при выявлении нарушений. Еще одна проблема, которая открылась уже по ходу ликвидации мусорных свалок – неправильное распределение контейнеров. Для сравнения, за одинаковый период времени в Мамонтовке-Баке заполняются лишь наполовину, тогда как в Держинце мусором завалена вся контейнерная площадка. Количество контейнеров два всего, хотелось бы четыре, потому что раньше было у нас четыре. Все-таки маловато. К концу дня у нас, получается, здесь вот все-таки наваливают, не хватает всего. Потому что у нас магазин апельсин, сюда еще носят свои коробки, все это прочее, весь мусор. И нам не хватает. Еще парочку добавить. Два контейнера маловато, потому что дома большие, плюс еще с магазина сюда носят мусор. Поэтому, мне кажется, это мало. На школьной 34-36 стоят четыре контейнера, приехал мусоровоз. И контейнеры, два контейнера вообще почти пустых. То есть, можно сказать, вывозим воздух. А то, что мы были в Микро-Недержине за 23, все валялось мимо контейнеров, соответственно, там этих контейнеров не хватает. И я думаю, на следующей неделе мы сядем совместно с мусоровозящей компанией, с дирекцией ЖКХ, и будем смотреть, сколько должно быть контейнеров на каждой территории, потому что и перед накоплением не должно быть, и не должен возиться воздух. По итогам объезда в территории и заседания специального штаба при администрации были приняты следующие решения. Пересчитать объемы бытовых отходов, заново распределить контейнеры на площадках, добавить отсеки для крупногабаритного мусора и наладить работу дворников. Мусоровозящим компаниям перестроить свой рабочий график и бросить все силы на ликвидацию мусорных завалов. Работой штаба при администрации даны следующие поручения в адрес операторов по вывозу мусора. Это до 30-го числа, то есть до сегодняшнего дня, привести в соответствие графики вывоза мусора и согласовать их с заказчиком, обеспечить размещение данных графиков на каждой контейнерной площадке и обеспечить своевременный вывоз мусора и зачистку закрепленных территорий не позднее среды этой недели, то есть до 1-го числа текущего. Работа штаба продолжается. Мониторинг состояния контейнерных площадок у нас ежедневный, с объездом территории, в том числе и в ночное время. Говорить о полном преодолении коллапса пока что рано, но ситуация находится под контролем и жители это уже оценили. Настроение горожан в социальных сетях стало более благосклонным, а число фотографий с мусорными свалками заметно уменьшилось. Павел Розин, Владимир Парфенов, Александр Девкин, телеканал «Твой». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok